Уже много лет Пятница 13 служит источником тревоги и суеверий. Именно в этот день принято постоянно быть начеку, готовиться к неприятностям и стараться остерегаться каких-либо неудач. В настоящее время существует несколько версий, почему Пятница 13 обрела дурную славу и послужила причиной возникновения фобий у людей. Первая из них связана с религиозными представлениями. В христианской традиции 13 апостола на Тайной вечере был предавший Христа Иуда. Негативное отношение к Пятнице христиан возникает и из-за того, что именно в этот день Иисус Христос был распят. В 20 веке страх людей не угас, а только увеличился. В 1907 году американский писатель Томас Лоусон издал роман под названием «Пятница 13». В честь литератора в том же году было спущено семимачтовое парусное судно, которое так и не достигло конечного пункта назначения, затонув у берегов Англии именно 13 декабря. Это соединение двух суеверий. Суеверие раз, это суеверие пятницы. И второе, это второе суеверие числа 13. Соединение же «Пятницы 13» это, собственно, плод литератора и коммерсанта Томаса Лоусона, который в 1907 году пишет книгу «Пятница 13» и именно это название занимает заголовки газет. Причем, самое интересное, именно «Пятница 13» ее и запустили в продажу. Страхи людей в этот день связаны буквально со всеми начинаниями. Поэтому в пятницу 13 суеверные стараются не приступать к новым делам. Иначе совершенная поездка окончится бедой, заключенный брак вскоре развалится, а подписание договоров приведет к скорому расторжению. Существует даже специальный термин «парасковидикотреофобия». Считается, что если заучить это слово и четко его выговаривать как скороговорку, то все несчастья будут обходить стороной. Как отмечают психологи, в основании страха лежит ожидание. Дело в том, что средства массовой информации создают поле, задающие эмоциональный настрой у зрителей или читателей. И в зависимости от того, что потребляет человек и насколько сильно он верит в услышанное или увиденное, появляются страхи или, наоборот, не поступает какой-либо реакции. Есть люди, которые более внушаем, более впечатлительны, которые реагируют, ведут себя в соответствии с ожиданиями. И вообще человек – существо ожидающего. Мы потому и люди, что у нас есть ожидания, у нас есть установки. Мы еще не видим, но мы уже выстраиваем определенное кангу, определенное направление, как это видеть. Верить в суеверие или нет – дело каждого. Интересно, что 13 считается несчастливым числом далеко не везде. Например, в Китае, Индии, Японии или Корее его считают удачным. Поэтому, несмотря на какие-либо страхи и опасения, связанные с этой датой, пятница 13 может стать лучшим днем в году для тех, кто не подается мистическим смыслом и не зацикливается на негативном восприятии. Для меня это счастливый вообще день. Вообще 13 число – это счастливое число для моей семьи. Меня сестра родилась 13 января, например, дедушка 13 марта. Ну, то есть, типа, 13 – это всегда сопутствующее. И всегда, когда у меня важны какие-то события, и это происходит в пятницу 13, моя мама говорит – Диана, удачная твоей стороне. Все суеверия вокруг пятницы 13 в значительной степени являются результатом негативных событий, которые произошли в этот день в разное время и в разных местах. Возможно, причина дурной славы пятницы 13 отражает человеческий страх перед неизвестностью и непредсказуемым будущим. В конечном итоге, однако, это просто суеверие. И каждый человек решает, верить в них или нет. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универньюс.